От поля до прилавка. В Талдыкургане по улице Желтоксан появился новый социальный рынок. Здесь будет реализовываться разнообразная сельхозпродукция без посредников. Широкий ассортимент и приемлемые цены порадуют как горожан, так и жителей из ближайших районов. Широкий ассортимент и приемлемые цены. Так и для реализаторов. Рынок рассчитан на 70-80 мест. В резерве есть и открытый базар на 30 торговых точек. Рынок рассчитан как на розничную, так и на оптовую продажи. Хорошее дело открыли здесь. Просторно, свободно, близко, недалеко, удобно. А мы вот здесь по Гагарина живем, в городе. Тройка ходит у нас, на тройку сели, сюда доехали и прекрасно, отсюда точно так же. Цены умеренные, доступные для пенсионеров. Организовали неплохо и выбор большой. Так что спасибо большое за заботу. Это уже большое дело для людей, для народа. Хотя город и не такой большой, а приятно, что такое сделали для нас удовольствием. Что уже купили? Я только зашла, я только ромашку пока взяла. Ну еще сейчас только прохожу, смотрю. Тем более в нашем районе, вот мы здесь недалеко живем, это очень кстати. Вообще все здорово. Вот цены, допустим, мед здесь дешевле, чем где вот на коммунальном пиатре. Ну а так, в принципе, все устраивает здорово. Свою продукцию на социальный рынок привезла и Нина Немальцева. Уже более 20 лет они вместе с супругом занимаются пчеловодством. В их кочевой пасеке насчитывается больше 100 ульев на колесах. Свой путь они начинают с низовьев реки Каратал и заканчивают в Восточном Казахстане. Потому у пчеловодов есть очень много разновидностей меда. Сегодня на прилавок пара привезла более 60 килограммов сладкого, а главное натурального продукта. Мы сами Талды Курганские, а продукция получается с нашего края, так как пасека на колесах, мы начинаем с куголов и потом уезжаем до Восточного Казахстана. Поэтому разные у нас меда. Хороший базар, удобный и хорошо и для тех, кто приходит покупать, и удобно для покупателей, ой, продавцов. На прилавках социального рынка реализовать свой товар может каждый желающий. Для продавцов предусмотрены самые выгодные условия. По словам учредителя социального рынка Сарката Молдобаева, в первые три месяца аренда места составит не более 20 тысяч тенге. Это в первую очередь позволит сдерживать цены на продовольственные товары, говорит предприниматель. На местах те крестьяне, те сельские жители, которые выращивают свои продукции, они могли без посредников за свою цену реализовать здесь. Если же они будут реализовать здесь за свою цену, то значит цена на этом социальном рынке будет намного ниже, чем в других рынках, других магазинах. У нас ведутся переговоры с управлением ветеринарии области джитсу. Мы с ними заключаем договор, они здесь будут бесплатно сидеть и заниматься безопасностью всей продукции. На территории рынка есть и отдельные павильоны по типу магазинов, где планируется реализовывать разную продукцию, начиная от мяса и заканчивая овощами и фруктами. Есть здесь даже общежитие на 12 мест для работников базара, а уже к осени планируется строительство овощехранилища площадью в 1200 квадратных метров, вместимостью до 3500 тонн продукции. Также планируется наладить прямую поставку продовольственных товаров от товаропроизводителей соседней страны Узбекистана. А добраться до нового социального рынка можно на автобусах под номером 3 и 18. Остановка находится в двух шагах от базара. Эльвира Аликерова, Надир Хамзин, Телеканал ЖТСУ, Талдыкурган.